Был тёплый зимний день, я как раз собирался скальпировать свой процессор, и ровным счётом ничего не предвещало беду. Эй ты с косой, подержи пожалуйста камеру. Итак друзья, с вами как всегда Билыч, и у меня в руках оказался наконец-таки жидкий металл от компании Thermal Grizzly. А посему я наконец-то решился на скальпирование своего процессора восьмиядерного i7-7820X на платформе 2066. Перед тем как скальпировать процессор, я замерил какая температура была у него до скальпирования. Вначале я использовал термопасту Thermal Grizzly Cryonat, которая как показали предыдущие тесты, обладает в целом очень даже хорошей теплопроводностью. Процессор был в разгоне до 4500 МГц, напряжение было 1215. В итоге после 30-минутного теста RealBench температура процессора составила 101 градус. Это очень близко к максимально допустимым 105 градусам, то есть как вы понимаете это не очень хорошо. Затем я решил заменить термопасту между моей водянкой Be Quiet Silent Loop 360 и процессором на жидкий металл. Пользоваться жидким металлом на самом деле оказалось достаточно просто и не страшно. Для начала с помощью специальной салфетки, идущей в комплекте с данным металлом, удаляется весь жир с крышки процессора, из подошвы водянки. А затем выдавливается маленькая капелька жидкого металла, и с помощью ватных палочек разносится по поверхности самой крышки. Достаточно тонким слоем, так тонко, как вы сможете. Вуаля, 5 минут стараний, и все собственно готово. Прирост, к слову, оказался очень даже неплохим. В аналогичных условиях разгона и тестирования максимальная температура процессора не превышала 92 градуса. И в целом на этом можно было остановиться, то есть это нормальная температура, но я пошел чуть дальше. Итак, как же происходило скальпирование? На самом деле все очень просто. Процессор зажимается в тисках, а желательно предварительно их губки проклеить бумагой или подложить какую-то картонку, чтобы избежать мелких сколов каких-то и также улучшить контакт данных губок с процессором. Одна часть тисков давит на текстолит, а вторая часть на металлическую крышку. В итоге крышка должна медленно, но верно съехать. Затем с помощью фена, в моем случае это был обычный женский фен Валера, которому большой респект, процессор максимально разогревается в течение 5 минут, дабы разогреть внутренний герметик, который держит крышку, и чтобы он был немножко помягче, и соответственно крышка легче сдвинулась и соответственно снялась. Очень важно, друзья, что скальпируя крышку процессора в серии Skylake X, крышка должна ехать снизу вверх. В любом другом случае есть гигантский шанс повредить внутренние мелкие элементы, которые находятся под этой крышкой. Ну вот собственно и все, с теорией мы закончили, процессор у нас разогрет, а значит пришло время надавить на тиски. Детям, беременным женщинам и лицам со слабой психикой лучше не смотреть на следующие 30 секунд. Детям, беременным женщинам и лицам со слабой психики. Вуаля, друзья, крышка у нас снята, правда я забыл, что она очень даже горячая и чуть не обжег свои пальцы. Давайте подробнее рассмотрим, что же у нас находится под крышкой процессора. Как вы видите, черное вокруг кристалла, это у нас герметик, он приклеивает крышку к самому процессору. Остатки же серого вещества на кристалле, это у нас термопаста. Та самая жвачка, то есть пластичный термоинтерфейс, за который все так сильно ругают Intel в хост и в гриву. Она почти вся осталась на металлической крышке и консистенция ее на самом деле удручает. Она почти полностью высохла, она конечно проводит тепло, но я бы сказал достаточно плохо и как показали тесты, это действительно так. Высоких результатов разгона с ней вы не достигнете, именно поэтому мы и будем заменять ее на жидкий металл. Опять-таки все тот же Thermal Grizzly, который любезно предоставила мне фирма-дистрибьютор данной продукции. Сразу скажу, друзья, что удалять герметик я не стал, хотя многие меня за это упрекнут. Но на то были три важные причины. Во-первых, в этом очень мало смысла. Единственное, на что может повлиять реально герметик, это на то, как крышка ляжет на кристалл. Но проверить соприкосновение крышки с кристаллом достаточно просто. Вы наносите жидкий металл на кристалл, затем одеваете крышку, после ее снимаете и смотрите на оставшийся слепок. Вуаля, если слепок нормальный, то значит проблемы нету. Во-вторых, даже скальпированный герметик, ввиду своей формы, очень даже хорошо удерживает крышку на месте, не давая ей двигаться влево или вправо. Да, даже после скальпирования это является таковым, и это жирный плюс. Ну и третье самое важное, герметик оттирается очень плохо. Пытаясь оттереть его, можно очень легко повредить мелкие элементы вокруг кристалла или поцарапать сами дорожки. Они остались живы после скальпирования, и случайно задеть их во время снятия герметика я явно не хотел. Ну вот как-то так, друзья. Теперь мы наносим жидкий металл. Для начала мы протираем нашу крышку все той же салфеткой термогризли для обезжиривания. Салфетка влажная, остатки влаги я убирал предыдущей, более сухой салфеткой. Ну а когда кристалл станет идеально чистым, мы выдавливаем небольшую каплю жидкого металла, и начинаем методичными движениями с помощью ватной палочки, опять-таки распределять ее по поверхности кристалла. Так, чтобы остался ровный тонкий слой. Это займет у вас буквально пару минут. Ну вот, собственно, и все, друзья. Мы нанесли жидкий металл на кристалл, и точно такую же операцию провели и с другой частью процессора, а именно с металлической крышкой, на которую также желательно нанести жидкий металл для лучшего соприкосновения. Теперь мы все это дело соединим, проверим контакт и установим материнскую плату. Сверху на процессор я также нанесу жидкий металл. Можно, конечно, было, как делают многие, защитить внутренние элементы под крышкой с помощью лака для ногтей, чтобы туда не попал жидкий металл, но поскольку процессор достаточно горячий, и неизвестно, какого качества лак вам попадется, то я этого делать на самом деле не стал. Ну что ж, друзья, установил я процессор, все работает отлично, и теперь пришло время замерить температуру. Она оказалась на целых 10 градусов ниже, чем была в предыдущем тесте. Таким образом, за день, используя жидкий металл, я смог улучшить температурные показатели своего процессора. Это дает возможности не бояться за перегрев и даже повысить планку разгона выше 4,5 ГГц, чем я и займусь в ближайшее время. Вот, собственно, и все, друзья. Надеюсь, что видео вам понравилось. Может кто-то решит скальпануете свой процессор, правда это рискованно, но чудаки, я уверен, найдутся. Если видео было для вас интересным, то не поленитесь нажать на лайк, подписаться на канал и поделиться им с друзьями, ведь может для них это будет также интересно.